Четвертая выставка Ирина Заринская получила название «Очереди» и открыли ее во Всемирном клубе одесситов. Состоит она из 28 работ. Все они выполнены в мягком акварельном стиле. Зрители удивляли не только сами произведения искусства, но и экспозиция. Картины развесили на веревках в три ряда. Некоторые даже сравнили такой креатив с развешенным на заднем дворике бельем. На первый взгляд кажется, что в экспозиции полный хаос, но на самом деле это не так. У каждой картины есть своя причина, почему она должна стоять именно здесь, а не в другом месте. Три ряда, как три разных жизненных этапа. В первой очереди за автографом и в торговых центрах, второй – люди из разных стран, а третий – люди, выстроившиеся в советское время за дефицитом. В работах автора молчание преломляется в тишине белого листа, как символ замерзшего времени. Учитывая, что в работах изображены ситуации, понятные каждому, выставка нашла отклик в душе каждого посетителя. Даже несмотря на то, что воспринимали работы совсем по-разному. Клуб был пустым совершенно. И вдруг, как елочные игрушки, появились вот эти работы. Совершенно замечательные. Конечно же, они напоминают нам и прошлое, и, к сожалению, настоящее. Но все равно это все радостно. Вот все это доставляет удовольствие. Еще будучи ребенком, Марина Азаринская лично стояла в очередях по 3-4 часа. Естественно, что такое забыть невозможно. Первую из представленных работ художница нарисовала в ноябре прошлого года, после того, как она вновь увидела знакомую картину. Хотя была уверена, что в наше время такого уже не бывает. Взгляд упал на очередь. Такой островочек из пенсионеров, которые что-то покупали, искали, как бы за что-то боролись на полу. Там были фрукты, они лежали на полу, как бы в ящиках. И на меня нахлынуло просто, боже мой, люди до сих пор стоят в очередях. Если зачастую художественные выставки после их посещения бурно обсуждают лишь ценители высокого искусства, то очереди исключение исправил. Оно и неудивительно, ведь автор утверждает, что в картинах есть частичка каждого из нас. И среди всей этой толпы мы можем узнать себя. Наверное, именно поэтому они так понятны для всех. Выставка будет проходить во Всемирном клубе одесситов до 25 августа.